Америка готовится официально обвинить в коронавирусе Китай. Доклад правительственной биолаборатории называет версию об искусственном происхождении штамма заслуживающей рассмотрения. Об этом пишет Wall Street Journal. Данные направлены в Госдеп. Ранее китайский след в пандемии уже требовал изучить Байден, а на съезде республиканцев в Северной Каролине появился Трамп. Он призвал демократов оштрафовать Китай на 10 триллионов. Блинкин признал, Северный поток-2 достроен. Правда, США могут передумать и все-таки ввести санкции против оператора Нордстрима Гэя и его руководства. Перед этим Зеленский дозвонился до Байдена и назвал проект проявлением глобального шантажа. Тем временем на аудиенцию к Байдену напрашивается и Польша. Там возмущены мягкостью Вашингтона и требуют встречи раньше, чем с Путиным, пишет речь Посполита. В Госдуме говорят, первый газ пустят уже до Нового года. Геолого-разведка теряет смысл. По словам главы Росгеологии Горькова, чтобы нефтяники вкладывали в изучение недр, баррель должен стоить 70 долларов, а не как сейчас. Поиск новых месторождений нерентабелен, а значит не ведется. Кроме того, санкции отрезали сырьевиков от западных технологий. В итоге с 2015 по 2019 годы разведано запасов на 15 миллионов тонн. За год добывают 550 миллионов. Немецкие спецслужбы озабочены Россией как никогда с окончания Холодной войны. Об этом в совместном интервью Die Welt заявили главы агентства по защите Конституции и Федеральные разведывательные службы. По их словам, русские шпионы наводнили Германию и воздействуют на энергетический диалог. Цель – украсть секреты и посеять недоверие между западными странами. Лукашенко довинчивает гайки. В Уголовном кодексе Беларуси появились новые статьи о содействии экстремистской деятельности, подготовке к ней, призывам к несогласованным акциям. Сроки от двух до шести. За неоднократные нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий до трех лет. Форбс публикует интервью с двумя отпрысками олигархов. Ательер и ресторатор Федун, сын миллиардера Федуна, давно живет в Лондоне. Три года назад он и сестра получили от отца 17 миллионов акций Лукойла на полтора миллиарда долларов. Пандемию Федун пересидел в Дубае, где разработал стартап – инновационную антибактериальную клавиатуру с окантовкой из веганской кожи. Сын банкира Фридмана Александр из-за вируса не успел уехать в Нью-Йорк и теперь занят выпуском протеиновых батончиков. Скоро они поступят в супермаркеты Фридмана-старшего. Матвиенко нашла героя нашего времени. Это Абрамович. Я бесконечно благодарна Роману Аркадьевичу. Без такой мощной фигуры реализовать этот проект было бы невозможно. Он отреставрировал Новую Голландию, два острова в Дельте Невы. При СССР там находились склады ленинградской военно-морской базы. В 2000-х Балтийский флот оставил постройки городу, потом они внезапно сгорели, оставшиеся снесли. В том числе лабораторию Менделеева и радиостанцию, откуда большевики объявили о победе революции. Потом тендер на восстановление выиграл олигарх Чигиринский, но в итоге героическую миссию осуществил не он, а британская компания Милхаус, принадлежащая Абрамовичу. Дойче Банк разглядел надвигающийся кризис и бомбу замедленного действия. Рванет, если не завтра, то к 2023. Причина – меры стимулирования экономик, принимаемые центральными банками и вызванная ими инфляция. По мнению главного экономиста Дойче Банка Фолкерца-Ландау это может привести к рецессии и обвалу на развивающихся рынках. Инфляция опять распоясалась. За май индекс потребительских цен от памперсов до гробов вырос на 6%, данные Росстата. Это рекорд 2016 года. Сильнее всего дорожают продукты, в частности хлеб, круп и мясо. Курятина к прошлому маю почти на 20%. В том же списке стройматериал и бензин, лекарства, тарифы. В пятницу на Биулиной принимают решение по процентной ставке. Минфин вдруг официально отозвал заявление своего представителя Тимофеева о грядущей полной дедоларизации экономики. Минпросвещение готовится ввести цифровое портфолио для школьников, сообщает коммерсант. Проект гласит, цифровой профиль учащегося нужно сделать обязательным с первого класса или даже с детского сада. Там будут отражаться успехи ребенка или другие сведения, необходимые для, цитата, его идентификации в рамках образовательного процесса. Эксперимент начнут до конца следующего года. Эксперты опасаются сегрегации детей и утечки данных. Выпускники вузов пополняют армию безработных. Помимо диплома от них требуют стаж. Чтобы решить проблему, государство могло бы платить работодателям за найм вчерашних студентов. С такой идеей ректор Российского технологического университета, готовит инженеров, айтишников, химиков, обратился к министру труда Катякову. Ранее Мишустин предлагал поощрять бизнес за трудоустройство безработных. Между тем, самые безработные регионы страны – Ингушетия, Тыва, Чечня, Дагестан, Республика Алтай, подсчитал Росстат. В Ингушетии безработица 32%. Лучше всего с работой на нефтегазовом Ямале, в Питере, на Чукотке и в Татарстане. Сложнее всего устроиться тем, кому от 30 до 34. Монополизация охватила не только торговые сети. На фоне ажиотажного подорожания жилья сливаются застройщики. Год назад на всю Россию таких компаний было 2700, а теперь 2150. В крупных городах ряды девелоперов поредели на 11%. При этом объемы вводимого жилья падают, на это лишь толкает цены вверх. Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Сенатор Рязанский объяснил, почему не получится вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Об этом Путина просила ФНПР. Оказывается, проблемы с бюджетом заставляют власть выбирать, кому помогать в первую очередь. В приоритете помощь семьям с детьми, пояснил пенсионер Рязанский, возглавляющий Союз пенсионеров России. Доход Рязанского за прошлый год 6 миллионов. Нигерия защитила цифровой суверенитет и заблокировала Твиттер. Тот осмелился удалить реплику президента Бухарии. Министерство информации объявило о приостановке работы сети на неопределенный срок в связи с подрывом корпоративного существования Нигерии, так в тексте. В Бухаре 4 миллиона подписчиков. В удаленном твите он обещал оппозиции разговор на языке, который та понимает со времен гражданской войны. Тогда погиб миллион нигерийцев.